Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами проходить игру под названием The Bonfire for Second Lens И в прошлой серии мы с вами обзавелись алхимиками, которые просто стоят со своими кожанными сумками днём и нихрена не делают, только жрут Вот, и пока что всё, да, у нас день 36, на чём остановились в прошлой серии, на том и будем продолжать Я не знаю, как получится серия, то есть, скорее всего, я тоже её смонтирую, потому что некоторые моменты, опять же, не очевидны Поэтому будем чё-то мутить Чё-то да будем мутить Думаю, что до 40-го дня нам ничем таким заниматься не дадут Ну и меня беспокоит количество рабочих и наше вообще поселение в 30 максимальных человек Кем-то можно пожертвовать, допустим, рудокопом очередным И измученные жители очередной раз ложатся спать Изнуряем мы их, изнуряем, друзья Такс, войны Войны-защитники Пока что неизвестно, чем они занимаются Тоже ходят, бродят днём Скорее всего, нас охраняют, но так же, как и алхимики, просто жрут И гуляют Фермера третьего я не хочу пока что трогать, потому как еды у нас 609 И остаётся ещё исследовать или изучить два манускрипта Кого-то можно переквалифицировать Пока я вижу только рудокопа До одного Да, и в прошлой серии Я Не знаю То ли один у нас разведчик гуляет То ли двое разведчиков гуляет На счёт этого ничего пока что сказать не могу Надеюсь, выясним Со временем Но сообщений, что они что-то нашли Не было пока А так же Так же пока что не было Давайте избавимся от одного рудокопа И отправим его В лодке Исследовать новую землю То есть сейчас торговля у нас С тремя городами Одни В одном мы можем купить манускрипт В другом мы можем купить осколки метеора В третьем мы можем купить кожу Честный, честный Храбрый Храбрый было бы неплохо Или честного одного Давайте честного одного отправим На лодочке Поплавать Вообще хотелось бы Уже куда-то отправиться И Чё-то новые земли какие-то посмотреть Давно меня подмывает Но пока что То ли что-то я делаю не так То ли пока просто до 40-го дня Игра ничего не даст Нам никаких новых возможностей Исследователь уходит в плавание На поиски новых земель Я рад за него Очень рад за него Но Стремные С этими манускриптами У нас алхимики Стоят вообще не шаволятся Не шевелятся не на йод Зато мы топчемся по костям Топчись, дружок Топчи их Испугай Испугай монстров Чтоб не совались сюда больше Непогода Ой, непогода Год от года непогода Войны наши Совсем Чё-то как-то Хмурые Странник стоит у костра Что, странник, хочешь? Храбрый Я даже не знаю Что тебе предложить А давай ты будешь Третьим разведчиком Может просто сообщения Не появляются Друзья, не знаю Но просто так как он храбрый Я не буду его отправлять На Полиографа Потому что мы уже знаем Чем это заканчивается Смотрите Так быстро вернулся Не успел уйти Уже возвращается Ну, надеюсь Хорошими новостями Или он просто решил вернуться И поспать Думает Да ну нафиг Ночью идти Сейчас как встречу Огромного паучищу Как наваляет мне Как закатывает В свою паутину Снова отправился Все-таки Переночевал Ну а других я не видел Значит Они Подкинулись Хотя Не было Никаких сообщений Может я Невнимательный И они возвращаются На ночь Домой А может Как-то по-другому Это работает Не знаю Строительство Ничего По строительству Опять снежок Исследователь Открыл город И установил Торговый маршрут Давайте посмотрим Тоже осколки Метеовора За 14 самоцветов Город Сросеа Ага То есть Получается Что мне Еще Одно Еще одного Или нескольких Нужно будет Отправить Потому что Это с Сенсея Разница За осколок Метеора В 3 самоцвета Смотри Здесь 11 Нужно За один Метеор Заплатить А здесь 14 Инфляция Ладно Сделаем Лодку Почему бы и нет Такс 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 Луки Стрелы На всякий случай Тоже Должны быть Всегда под рукой Чтоб Потом Не заморачиваться Ну и пока что Все День 39 По-моему У нас Нет 40 Уже Хорошо Ходит он Че-то То уходит То приходит Халявщик Одним словом Такой же Халявщик Как и алхимики Но Ничего Не делают Че-то Тащит Исследовать Подземелье Разведчики Вернулись С новостями О таинственной Пещере Смеркалось Воина 3 Алхимика 2 Неужели Алхимики И воины Вместе Пойдут И мы Че-то Будем Наконец-то Исследовать Друзья Пойдем Пойдем Только Сейчас Дождемся Утро Потому что Смеркалось Но Хоть Один Разведчик Че-то Да Толковое Принес Какие-то Новости Класс Хочется Посмотреть Так Прежде чем Мы Отправимся С вами Утром В Путешествие Я думаю Что нам Стоит Выдать Нашим Воинам Чувствую Что это будет Да Так как Я чувствую Что это будет Довольно Сложно Некоторые Жители Деревни Были Убиты Двоих Охранников Потеряли Сразу Со Старта Вот Это Жесть И Че И Че Вот Как Небыть Может Мы Какую-то Пещеру Исследуем И тогда Нам Откроются Новые Возможности Не знаю Не знаю Смотри Даже Стальные Теперь Доспехи Вообще Не Не Канают Это Печаль Грусть И Печаль Так Стальные Доспехи Берем Хорошо Сумка У наших Алхимиков Есть Разведчик У нас Еще Один Есть То есть Когда Его Убивают Видимо Серая Иконка Становится Опять Пошел На самом Деле Я бы Дал Им Каким-то Алхимикам Что-то Какое-то Оружие Или Доспехи Те же Но Я не могу У нас Железных Доспехов Дофига Но Выдать Я их Не могу К сожалению Друзья Это Меня Настораживает И печалит Ладно Пойдем Что-ли Значит Мы С вами Погоди-ка То есть Мне нужно Ночью Туда Ити Потому Потому Что Сообщение Видите Утром Пропало Блин Я думал Оно Останется Вот Это Печаль Упустил Я Шанс Ну Просто Не знал Друзья Не знал Охранник Очередной Идет Интересно А если Я Его Сделаю Воином Одного А следующего Хотя Скорее всего Я уже Не успею Да Странник Стоит У костра Трудоголик На воина Не катит И на Охранника Тоже Не катит Но Он все равно Будет Охранником Потому Что Блин Стальной Меч И Железные Доспехи Пока Так Ах Я так Обрадовался Что мы Пойдем С вами В Таинственную Пещеру Черт Но Хочу Подчеркнуть Друзья Что На 40 День Все таки Как я и Предполагал На 40 На 41 Да Какие-то События Происходят Никто из Разведчиков Не вернулся Их Семь Искорбят Нам нужен Быстрый Или Бодрый Или Или Храбрый Или Или Кто-то У нас Мудрый Опять же Не хочу Заморачиваться С перестановкой Каждого Из них Это стоило бы Конечно Сделать Но Тут тоже Трудоголики Мудрый Храбрый Вот так Храбрый Я предлагаю Нам Дождаться Окончания Ночи Сейчас Сразимся И этого Трудоголика Охранника Отправим На Рудокопа Храброго Отправим Или Бодрого Отправим Снова В разведчики Я просто Хочу В этой Серии Все-таки Сходить В пещеру Так 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 Сытый Храбрый Слегка Устал Уставший Тоже Ты Нам Не Очень Дружок А у Нас Угля Дофига Но Тут Тоже Трудоголики Мудрый Столевары Кто Мудрые Почему Воины Слегка Устают Не знаю Хотя Они Должны Отдыхать Ночью Может Пастуха Пастухи Честные У нас Все Трудоголик Честный Бодрый Хочется Побыстрее Отправить Кого-то И Блин Не ждать Просто Новых Кого 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 Сильные Все Устали Из охранника Давайте Одного Все Таки Столевара На Разведчика Отправим А там Новенькие Придут И посмотрим Дальше Еще Как Идет Но Не спеша Громко Тапками Шурша Чувак Вернись Пожалуйста С Таинственной Пещерой Я Тебя Прошу Креново Что Сообщение Не висит Что Нельзя Выбрать Время Когда Туда Отправиться Во-первых А во-вторых Ну По сути Говоря Наши же Воины Ночью Спят И Мы Среди Ночи Будем Вместе С алхимиками Да Ну Не Вместе А Никто Из Разведчиков Не Вернулся Ну Естественно Я просто Думал На На Абум Что У нас Неквалифицированный Может Чем-то Нам Помочь Но Нет Странник Стоит У костра Я Знаю Давай Его Мудрый Странник Давай Манускрипт Будем Изучать Ладно Уболтали Хорошо А предыдущий У нас Какой Был Сильный Или Храбрый Или Везучий Не Не Очень Везучий Если Мы Туда Не Добрались Блин Как Мне Жаба Давит Невероятно По Два Остальных Меча Ну Остается Ждать Только Новопришедших Возвращается Наш Очередной Разведчик С чем То Хорошим Наверное Просто Со Шкурой Черт Я Уже Быстрого Быстрого Отправил Отправлял Еще Одного Как Это Он Был Не Мудрый Короче Говоря Очередной Какой-то Чувак Пришел И Я Его Отправил Он Сразу Погиб Странник Стоит У Костра Что За Странник Простой Странник Понятно Мудрый Один Манускрипт У нас Остался Друзья И Я Думаю Что Этот Мудрый У нас Будет Очередным Полиографом Или После Полиографа Он Станет У нас Очередным Алхимиком У нас Их уже Трое Да Что Не Может Не Радовать По Количеству Хотя 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 И Все равно Бездельники Такие же Как и Воины Еще Со Шкурой Разведчик Вернулись С Новостями О Таинственной Пещере Погнали Исследовать Подземелье Смеркалось Три Воина Три Алхимика Да Кстати Каждому Из Воинов Я Лечить Лечить Вперед Они Лечат Их Алхимики Да 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 Смотри Подлечили Отлично Вперед Это Прикольно Ой Две Твари Черт Одного Воина Завалили А Лишились Мы Все Таки Одного Воина И Это Буквально Вторая Тут Всего Пять Получается Схваток Или Пять Событий И На Второй Уже Лишились Одного Воина Это Плохо Это Очень И Очень Плохо Почему Алхимик Допустим Не может Его Оживить За Определенную Плату Не Знаю Ну Ладно Погнали Дальше Мешок Какой Ты Смотри Открыть Мешок Там Сейчас Как Вылезет Какая Тварь Сама Цветы Я думаю Что Двух Алхимиков Вполне Хватит При Том Что Вполне Вероятно Что И Хватит Одного Который Просто Будет Лечить Потому Что Четыре Четверо Или Пятеро Воинов Это Намного Лучше Чем Трое Спасибо Кэп Да Ой-ой Все Нам Хана На Третьем Проходе Нам Хана Сейчас Если Меня Еще Завалит Нет Не прыгай Не прыгай О Слушай Нам Повезло Наверное Но Без потерь Конечно Здесь Не Обойтись Или Алхимиков Или Воинов А То есть Подожди Отмена Не отмена Лечения А отмена Вообще В путешествии Ага Ладно У нас Было Два Храбрых Воина И Один Сильный Сильный Выжил Храброго Потеряли А Значит Нам Нужно Кого-то Сильного Отправить На Воина Но Я Не хочу Никого Из Охранников Менять Потому Что Ну Шесть Охранников Сами Понимаете Что Нам Странник Этот Скажет Нам Нужен Сильный Он У Нас Быстрый Кто Нам Нужен Быстрый Хорошо Пускай Будет Быстрый Воин Или Исследователь Нет Быстрый Воин Посмотрим Посмотрим Насколько Он Быстрый Остальные Доспехи Естественно И стальной Меч Естественно Один Полиограф У нас Ничем Ничем Не Занимается И Если Честно Друзья Я Не Вижу Смысла Вообще По Сути Манускрипты Сейчас Закупать У нас Их Ноль Потому Как Трое Алхимиков У нас Есть И Они В Здравии И Здоровии Да Если Они Погибнут В очередную Вылазку В пещеру То Конечно Тогда Уже Манускрипты И Придется Тратить Время На Исследование И На Все Остальное Дополнительно Правда Правда Разведчик Вернулся С новостями О Таинственной Пещере Заманчивое Предложение Ну Давайте Еще раз Сходим Почему бы Нет Вроде Как Мы Дошли В прошлый Раз До Почти Конца Если Б Я Отмену Не Нажал Пойдем Сейчас Посмотрим На Быстрого Насколько Он Быстрый Уже Шесть Смотри То есть Каждая Пещера Еще Увеличивается На Одну Ладно Я Думал что кто-то из алхимиков здесь сможет пользоваться но это уже будет маг да логично я просто думал что будет какие-то там фэрбол и кидать или какой-то молнией там или замораживать врагов но это маги они алхимики алхимики да по сути они просто тупо лечат очередной мешочек 8 осколков метеора двое волков хорошо вперед а интересно пещеры стандартные ну то есть мы второй раз проходим по сути те же самые тех же самых врагов в том же порядке почти дальше пойдем опаньки и вот до этой штуки мы не добрались получается до исследовать алхимик успешно расшифровывает древний муну скрипт титан ждет терпеливо как камень созерцая его грехи но жаждущий большего теперь ворота храма можно открыть так это был не замок с правой стороны храм серьезно подземелье пройдено добыча 8 осколков метеора открыть ворота храма открываем вот совсем другое дело а то занимаешься обыденными делами как-то ну классно классно мне понравилось вот до открыты храмовые ворота удерживающие заключенного титана что ох привет титан строительство алхимический котел хижина храм давай хижину храм для начала а то у нас что-то совсем мало жителей в деревне теперь может жить больше рабочих 40 отлично просто офигенский клёво кстати прикольно сделано простенькая и со вкусом алхимический котел угля 300 сталь 100 осколков метеора 1 или сколько давайте пока не будем его делать какой у нас шустрый разведчик прям нравится мне камень солнца восстановить храм 30 камней сон а химическом котле нужно будет сделать класс вот это я понимаю прогресс хорошо просто замечательно я бы даже сказал а так теперь все с этого момента друзья мы будем заниматься тем что ну по крайней мере я постараюсь сильных отправлять на воинов или охранников быстрых отправлять на разведчиков а храбрых отправлять куда ну а мудрые соответственно будут у нас заниматься манускриптами и становиться алхимиками но так как у нас их трое я думаю что мы сэкономим честный давай-ка честный ты у нас пойдешь опять таинственная пещера да серьезно ну сейчас сходим хорошо уговорили честный у нас будет кем сталеваром потому что сталь стали 100 уйдет за раз на котел правильно да двое сталеваров нормально дадим сразу ему телегу очередной алхимик у нас появился чудно четверо алхимиков слишком много ночью не торгуем все понятно ночью все все спят все заняты ладусик ладусик пойдем подземелье очередной а клёво клёво а я так предполагаю друзья что мы и будем волшебные все-таки мечи делать то есть огненный меч нам не просто так был нам его зас за спойлерили один мутант 4 дырки чудно снова 5 пещер или комнат или как проходов как угодно так и называйте вперед кастомахи какие-то игнорировать кучу обыскать кучу я полагаю что это ловушка но я обыщу чтобы знать на будущее никогда пока не сунешь нос или пальцы в розетку не узнаешь под крутой кости была обнаружена только грязь да не узнаешь что это опасно и что розетка иногда больно бьется ну естественно двое воинов не справиться даже со мной меня завалит все хорошо все ясно все выяснили до 46 день у нас и я снова открою ворота храма и все остальное буду делать хорошо друзья давайте сделаем перерывчик на этом положительной на этой положительной ноте увидимся в следующей серии спасибо что смотрели надеюсь вам понравилось ссылка на плейлист в описании под видео и в других видео я вас тоже буду очень и очень ждать пока пока Субтитры сделал DimaTorzok